Ну, скажем, то, что я прохожу. Я не каббалист, но я прохожу всякие страдания. У каббалиста есть цель, как можно быстрее вывести весь мир. Я говорю о нашем времени, не о том, что было прежде. Вывести всех людей на духовный уровень, то есть пробудить их, вывести их из всего этого слоя, в которой нет жизни, а только они лишь считают, что они живут. А на самом деле это сон. Это так же, как ты находишься в бессознательном состоянии, у тебя есть какие-то там иллюзии или еще что-то там в голове крутится. Каббалисты должны вывести нас из этого состояния, как можно быстрее пробудить нас. Чем он нас пробуждает? Он беседует с нами об этом, проводит уроки на эту тему и говорит, что делать, чтобы пробудить свет. Ведь он ничего сам по себе сделать не может, он может только сделать такое некое внешнее возбуждение. Он говорит, как организоваться, чтобы притянуть свет. Так же через него приходит свет, но в любом случае, здесь должна быть некая работа, усилия со стороны людей. Поэтому он их пробуждает, еще раз пробуждает, чтобы они снова бы пришли к нему и работали бы вместе с ним, чтобы увидели то, что написано в книге. И главное это, в конце концов, свет должен прийти и воздействовать, повлиять на человека или через того каббалиста, или через группу, и тогда человек пробудется. Вот и все. В этом заключается его работа. Это его работа с публикой. Как можно больше вывести весь мир к свету. В этом заключается работа нас всех. Теперь, насколько мы сегодня прилагаем усилия вместе с этими великими, и, прежде всего, с Бала Суламом, который в действии начал вот это все поколение, последнее поколение. Насколько мы со всем этим продвигаемся, то и мы тоже удостаиваемся. Но в основном мы удостаиваемся того, что мы раскрываем это для всего мира. Субтитры создавал DimaTorzok